Добрый день, меня зовут Лебедев Антон, я работаю в Prisma Labs и сегодня мы расскажем вам, как мы катим нейросети в продакшн. Ну так тоже неплохо. Prisma Labs появилась два года назад с запуском адмейного приложения по стилизации фотографий. В прошлом году мы выпустили еще одно приложение под названием Sticky, оно превращалось в селфи, в стикеры, которые вы могли отправлять в социальные сети. И совсем недавно выкатили наше последнее приложение LENZO, это умный фоторедактор для портретных фотографий. В каждом из этих приложений основной технологии были нейронные сети. Мы их запускали под различные платформы, под сервером, под iOS, под Android. И если два года назад это было крайне нетривиальной задачей, то сейчас множество производителей выкатывают свои собственные фреймворки для быстрого и эффективного инференса. Так, о чем мы сегодня поговорим? Вначале мы поговорим о том, как удобно хранить модели, чтобы не возникало путаницы при запуске в продакшене. Что можно использовать при запуске на серверах, на Android и iOS. Сделаем небольшие выводы по поводу модели. И в конце поговорим о том, какая проблема может возникнуть с точностью, независимо от той модели, которую вы обучали. Итак, есть очень много фреймворков для обучения модели. У всех из них есть свои плюсы и минусы. Какие-то быстрые работы, у других есть большая поддержка слоев. И чтобы переезд с одного фреймворка на другой не был болезненным, очень неплохо ввести правила хранить модель в каком-то едином формате, независимо от фреймворка. На наш взгляд, хорошим выбором для промежуточного хранения модели является OINNX. OINNX появился чуть больше года назад, с тех пор активно развивается. Это не что больше, кроме как формат хранения моделей. Сейчас большая часть популярных фреймворков для обучения его поддерживает. И внушительная часть фреймворков для инференса поддерживает конвертацию из него. Уже на этапе конвертации OINNX можно прописать небольшие оптимизации для модели, как удаление слоев, которые используются исключительно в обучении. Удаление некоторых слоев в плане их оптимизации, например, засовывание батч-норма в последующую свертку и костыли, которые могут понадобиться при конвертации. Теперь давайте поговорим о запуске на сервере. Обычно модель обучается на GPU, но аренда GPU и серверов очень дорога. Поэтому вполне возможно, вы захотите в целях экономии использовать CPU inference. И в случае CPU inference не всегда хорошая идея запускать его там же, где вы обучали. Хорошей идеей мы считаем использовать несколько библиотек. Одна из них это NNPAC. NNPAC это библиотека примитивов, таких как свертка, сигмоид активации, рело активации, которые реализованы отдельно под каждый чип. AMD, Intel, либо Android, за счет этого они дают внушительный прирост по скорости работы. Огромным преимуществом NNPAC является как раз то, что он реализован почти подо все. Вы его можете запустить практически на чем угодно. Но самый простой способ это сделать из уже знакомого нам NNX, сконвертировать его в Coffee 2 и прописать флаг, использовать NNPAC как бэкэнд. Второй вариант появился относительно недавно, он появился примерно в прошлом году, тоже развивался и этой осенью стал достаточно комфортным для того, чтобы мы его начали использовать. Это OpenVINO. OpenVINO это фреймворк от Intel. Это своеобразный черный ящик. Чтобы его использовать, вы должны сконвертировать модель во внутренний формат OpenVINO и гонять модель, используя его API. В наших экспериментах OpenVINO работает примерно в два раза быстрее, чем NNPACO. Соответственно, гораздо быстрее, чем запуск во фреймворках для обучения. И единственный его минус это то, что он работает исключительно на чипах от Intel. Теперь давайте поговорим об Android-устройствах. Рынок Android-устройств очень разнообразен. Есть различные производители чипов, различные производители телефонов. Многие из них катят свои фреймворки для запуска нейросетей на своих устройствах. Мы не будем говорить обо всех. Мы будем говорить только о двух. Тех, кто подстракивает наибольшее количество устройств. Первый из них это уже знакомый нам NNPACO. Он по-прежнему работает довольно шустро, но его главным минусом в формате Android является то, что он работает исключительно на CPU. Учитывая то, что мы запускаем на небольшом устройстве с низкими мощностями, это может быть фатальным. Поэтому альтернативой NNPACO является SNPE. SNPE это фреймворк уже от Qualcomm, который работает на их чипах Snapdragon. Чипы Snapdragon присутствуют далеко не во всех устройствах, но Qualcomm занимает чуть больше 40% рынка всех чипов. SNPE может работать уже не только на CPU, но и на DSP и GPU. Причем CPU работает на всех Snapdragon, но при этом он медленный NNPACO. То есть, если вы хотите запускать SNPE на CPU, то вполне возможно, вам стоит попробовать запустить все-таки NNPACO. Второй вариант запуска это DSP. Проблема DSP в том, что оно есть далеко не на всех устройствах. Сейчас их всего около десятка. И по скорости работы оно гораздо быстрее CPU, но чуть-чуть медленнее, чем GPU, которое на всех устройствах с DSP присутствует. И последний вариант это GPU. Обработка на GPU доступна на всех устройствах, где есть Snapdragon и поддержка OpenCL. Не на всех устройствах есть поддержка OpenCL, к исключению можно отнести все пиксели, например. Там придется гонять на CPU. Плюсом SNPE это опять же черный ящик, то есть нужно сконвертировать модель во внутренний формат и гонять, используя внутренние IP. Огромным плюсом SNPE является то, что он уже поддерживает конвертацию из NNX, но могут возникнуть некоторые сложности. Как, например, если вы используете такие фреймворки, как PyTorch, то для вас может оказаться неприятностью, что не существует у SNPE поддержки output padding. Эту проблему можно обойти, пожертвовав производительностью, сделав padding не на выход, а на веса свертки. И вторая проблема это SNPE хочет кратности четырем у DEPPS VS CONF, кратности каналов четырем, иначе получается просадка по производительности. В целом, хотелка кратности четырем довольно популярна среди всех фреймворков запуска, потому что исторически GPU обрабатывает картинки, которые хранятся в RGBA каналах, то есть кратным четырем. И если в случае SNPE несоблюдение кратности ведет к поддельной производительности, то у других фреймворков это может вести как к ошибке компиляции, так и просто к неправильной работе. В случае SNPE также стоит отметить то, что всегда очень хорошая идея тестировать вашу модель, сверять выходы модели на сервере и выходы модели на устройстве даже до обучения. Потому что, например, мы ловили такие баги, когда у нас не работало при Reloom, то есть оно работало, но выдавало совсем не то, что мы хотели, и афинный бачнор. Мы эту проблему решили просто забив на эти слои и выкинув их из сети. Теперь давайте поговорим об iOS. В iOS все гораздо проще, там нет кучи производителей, и все фреймворки, которые доступны, они доступны от Apple. Их всего два. Первый из них самый простой, самый простой в использовании, это CoreML. CoreML это как и SNPE черный ящик, то есть вы конвертируете нашу модель в этот формат, гоняете, используя ручки. Кроме того, в последних iPhone были представлены нейросетевые ускорители, и сейчас единственный способ с ними взаимодействовать, это использовать CoreML. Но чем бы не был хороший CoreML, поскольку он не поддерживал слоев и как бы он не был прост, он в наш эксперимент оказался примерно процентов на 20 медленнее, чем его альтернатива. Inunpack. MPSNN. MPSNN это не черный ящик, это библиотека для построения графа вычислений. То есть у вас есть какая-то модель, например, ONNX, там хранится граф. Какие операции нужно применять? С помощью этой библиотеки вы можете этот граф построить на самом устройстве без предварительной конвертации. В чем минус? В том, что вам придется писать код для постройки этого графа, граф будет строиться в рантайме, но он вам даст прирост скорости относительно CoreML. В наших экспериментах это было примерно процентов на 20 быстрее, но сложность будет в том, что MPSNN не такой стабильный, то есть там легко можно ошибиться и получить не те выходы, которые вы ожидаете. В частности, из того, какие проблемы возникали у нас, опять же, все та же кратность в четырем, но в случае MPSNN у вас нет гарантии, то что если вы эту кратность не соблюдаете, будут адекватные выходы. Такая проблема есть у DepthFilesConf и Concat. Ее можно обходить, если у вас, скажем, всего лишь один такой слой, добавляя лишние эффективные свертки, которые добавят вам нулевой канал. Нулевые каналы, да, кратность в четырем, потом вы сконкатите, выберете нужное. Вторая проблема – это неэффективная реализация DeletedConf. Эту проблему шарит MPSNN с CoreML, так как в Metal API написано так, что DeletedConf работает через расширение ядра свертки до его Field of View, в результате чего падает скорость работы и растет потребление памяти. Потребление памяти очень опасно тем, что iOS может убить ваше приложение, если GPU отжирается слишком много. Ну и напоследок, такая, казалось бы, незначительная деталь – это то, что MPS хранит формат, хранит веса немножко по-другому, чем ONNX. Проблема – это потому, что граф вы будете строить в рантайме, и если это делать на этапе запуска приложений, то транспонирование вот этих всех весов может занять довольно внушительное время, вплоть до секунды, что ухудшит экран загрузки, придется дольше ждать запуска, особенно на старых устройствах. Итак, теперь мы можем немножко поговорить о том, какие модели мы хотим видеть. Первое, о чем стоит задуматься, это о потреблении памяти. Если не думать о потреблении памяти, система может убить приложение. Нет никакого жесткого трешхолда. То есть iOS не говорит, что больше 500 мегабайт вы не можете использовать. Это все очень ситуативно и зависит от того, какие программы выполняются. Поэтому стоит уменьшать именно потребление памяти во время инференса как можно больше. Второе, о чем стоит задуматься, это о скорости. Когда вы будете портировать на девайс, скорость, очевидно, просядет по сравнению с сервером. Кроме того, есть такая особенность, что если вы ускоряете модель на сервере, это вовсе не означает, что она ускорится на девайсе. Это все нужно отдельно тестить. Возможно, не обучая сеть, а просто гоняя с рандомными весами и замеряя память, скорость. Третье, о чем, возможно, стоит подумать, это уже вес модели, физический вес модели. Это важно, если у вас моделей много и вы их все хотите хранить на девайсе. Если модели будут весить много, как многие, особенно старые модели с архива, приложение будет раздуваться и будет не очень красиво смотреться. Ну и, наконец, какие бы вы фреймворки не выбрали, скорее всего, они не будут поддерживать все те слои, которые поддерживал ваш фреймворк для обучения. Поэтому об этом стоит задуматься заранее и проектировать архитектуру так, чтобы она сконвертировалась туда, куда вы хотите. И более того, этот выбор слоев очень часто пересекается в очень малых количествах слоев у разных фреймворков. И напоследок давайте поговорим о проблеме, которая может у вас возникнуть даже в том случае, когда вы подобрали архитектуру так, что и скорость, и память, и конвертация прошла успешно. И это проблема с точностью. Дело в том, что большая часть фреймворков работает в Half-Precision, то есть оно хранит веса модели в FP32, но при этом промежуточные активации выполняются в FP16. Из-за этого могут возникнуть проблемы. В частности, если у вас возникло переполнение или же потерялась точность на каком-то промежуточном слое, выход может оказаться довольно артефайчным. На картинке две модели. Одна из них прогонена на сервере, другая прогонена в MPSN. Эту проблему можно ловить не только после портирования на девайс, но и на самом сервере. Многие фреймворки поддерживают inference в FP16. Как с этой проблемой бороться? Мы боролись другим способом обучения сети. В частности, мы накладывали дополнительный лосс на все байсы за отклонение от нулей, потому что мы хотели, чтобы от слоя к слою единица переходила в единицу. И накладывали регуляризацию на веса модели, в частности, штрафовали так, чтобы сумма весов свертки не отличалась сильно по модуле от единицы. С той же идеей, что мы хотим, чтобы единица переходила в единицу, чтобы промежуточные слои у нас не росли. Потому что чем они сильнее растут, тем хуже FP16 работает. Итак, давайте поговорим о том, что же стоит все-таки учитывать напоследок. В первую очередь, вам придется учитывать ограничения target платформ, учитывать ограничения тех фреймворков, которые вы выбрали для inference. Во-вторых, очень хорошая идея сверять выходы модели на сервере, где вы тестировали, где вы считали метрики, и на самом устройстве. Причем хорошая идея это делать даже до обучения. И, наконец, необходимо тестировать скорость и память на конечном устройстве. И все оптимизации по скорости, если они прошли на сервере, сверять их с тем, что улучшили ли они у устройств. Вторые выводы, которые уже скорее оптимальны, это, что вам скорее всего придется сделать. Скорее всего, придется упрощать архитектуру под мобильное устройство. В том числе, резать слои, ускорять, уменьшать потребление памяти. Кроме того, будет неплохо учитывать особенность реализации слоев. То есть, может возникнуть такая ситуация, что математически количество операций уменьшилось, но время при этом увеличилось. И, наконец, хорошая идея придерживаться красности четырех для количества каналов просто всегда. Спасибо большое за внимание. Спасибо.